Продолжение следует... Есть такие люди? Так, а кто сортирует хотя бы пластиковые бутылки? Молодцы. А плюс еще 6 видов пластика? О, рук меньше, но уже. А кто компостирует пищевые отходы лично? Так, о, тоже прекрасно. Сегодня поговорим, да, про 7 способов, как в условиях города, в общем, возвращать земле то, что мы у нее берем. Спасибо, Никите. Меня зовут Роман Саблина. Я уже, страшно подумать, 13 лет занимаюсь экологическим просвещением, экопроектами после работы в русском алюминии Технониколь. Я, в общем, меня укусили экоактивисты, я тоже жил в Москве, заразили зеленым вирусом. С тех пор я, в общем, вам его тоже еще немного принес. Все вылилось в профессию эко-тренер, специалист по экопросвещению. В 2013 году вышла книга «Зеленый драйвер». Мы отмечали недавно вот в Москве в экоцентре сборка 10 лет. И за это время я выступал почти во всех городах, ну, во многих городах России, от Камчатки до Калининграда в Казахстане, в других странах. Много, в общем, есть подписчиков в соцсетях, буду рад подружиться. И моя основная цель и миссия меня, моей команды, у нас в «Зеленом драйвере» 7 человек – это то, чтобы нас, людей экологичных, я использую слово «экологист», стало сильно больше. Слово «экологист» я нашел в словаре Ожегова, когда писал свою книгу. Она обозначала эколога-любителя, эколога-непрофессионала. А поскольку я не эколог, Никита вот меня представил как экологом, я не эколог. У меня нет экологического образования, и я не занимаюсь промышленной экологией, как делают уважаемые экологи. Но поскольку экология за последние, сколько, ну, 2010 года из просто науки стала и образом жизни, и философией, и такой ценностной ориентацией, то появилась потребность в новых словах. Я нашел слово «экотренер», я подумал, в 2012 году есть бизнес-тренеры, есть там спорт-тренеры, нужны тренеры по экологии. Но и чуть уже тренеры по экологичному образу жизни, потому что это экологичный образ жизни во многом зиждется на привычках. Я спрашивал про выключать воду, когда чистишь зубы. Если к этому не приучили родители, если у самого не включилась забота о воде, понимание того, что вода, которая шла в канализацию, к нам уже никогда не вернется такой чистой, то я знаю людей, которые никогда об этом не задумывались. И после общения со мной, после прочтения книги, после общения с другими экопросветителями, они говорят, «О, ну точно, я никогда не задумывался». Когда еще добавляешь про выгоды экономические, мы сегодня про это будем тоже говорить, и в этом смысле быть экологистом выгоднее, потому что это и экономически выгодно. Кто знает, сколько денег можно в месяц примерно сэкономить, если вы выключаете воду, когда чистите зубы? Кто-то считал? Любовь, ты знаешь, ты, пожалуйста, не подсказывай. Да, спасибо, Сава. Мы считали примерно, за одну чистку зубов утром-вечером утекает примерно 10-20 литров воды. Ну вот под зависимость от струи. Если это умножим на 30, получается литры, умножаем на деньги, это несколько тысяч рублей. Несколько тысяч рублей в зависимости от региона тарифа, ну там 2-2,5 тысячи, можно сэкономить, если вы просто выключаете воду, когда чистите зубы и так далее. Сейчас, в общем, пройдемся по основным моментам. Так вот, возвращаясь на шаг назад, моя основная миссия, которая родилась 10 лет назад, и я вас приглашаю к ней тоже, это чтобы как можно больше людей, как мы, стало экологичных людей, применяющих эко-привычки, людей, у которых при любом выборе, что купить, как передвигаться, каким-то транспортом, что подарить себе другим, загоралась такая зеленая кнопка в голове. Представляете, да, примерно? И что это значит? Это значит, что кроме критерия выгодно-невыгодно, дорого-недорого, вкусно-некусно, полезно лично для меня, для здоровья или нет, что обо мне подумают другие, и так далее, появился критерий экологичности. Экологично, неэкологично. То есть, можно ли, ну как бы базовые моменты, можно ли упаковку того, что мы покупаем, сдать переработку? А можно ли вообще купить то, что я хочу, без упаковки? Потому что самая экологичная упаковка, это то, которой нет. И поэтому у магазина без упаковки, если эти островки Zero Waste, активно развиваются. Это первая история. Вторая – это то, ну история про составы, насколько они безопасны, натуральные и так далее. Это вопрос создавать себе, как далеко произведено то, что я собираюсь купить. И в этом смысле есть такое понятие, как транспортный след. Мы его, соответственно, тоже желательно снижать и выбирать локальные продукты. В мировой практике локальными, local food, например, считается продукты, которые произведены до 400 километров от места потребления. Понятно, что у нас в Ленобласти растет не все. И любимые кокосы, ананасы, манго, да? Да, мы, соответственно, потребляем привезенно издалека. Ну, например, при выборе картофеля или репы в магазине желательно выбирать предпочтение местному, произведенному там в Ленинградской области, либо в Калужской, либо в той же Белоруссии, а не в Израиле, в Египте или где-то еще. Ну, как бы сейчас выбирать отечественное становится все больше в силу безумных процессов, которые происходят в мире. Но, в общем, но, опять же, без фанатизма. Если картофель из Израиля лучше картофеля по внешним характеристикам, да, и по всему, и там, и картофель из Градской области, то, ну, выбираем израильский картофель. Ну, потому что вот эта экологичность без фанатизма, если других вариантов нет, да? То есть… Да-да-да-да, что-то можно есть со шкуркой. Но, в общем, поддерживаем отечественное, выбираем более транспортный след. Это момент, то, что касается вот зеленой кнопки, которая у нас загорается, и критерий экологичности, который у нас появляется. Давайте я сейчас крупными мазками обозначу направление самое важное и просто поотвечаю на ваши вопросы, потому что это всегда порой интереснее. Итак, что значит быть экологичным? Какие привычки более самые выгодные по сравнению, что нам позволяет быть нам, экологистам, быть более выгодными, почувствовать себя лучше, чем эгоисты, которые все тянут на себя, ничем в будущем не задумываются и, в общем, пребываясь в таком мире неосознанности? Мы в «Зеленом драйвере» в нашей обучающей программе выделяем 18 направлений экологичной жизни. Это, по сути, все сферы нашей жизни можно сделать более экологичными. Это, безусловно, касается самого базового, о чем мы говорим, и разделенного сбора отходов, и пути к zero waste, к многоразовым альтернативам. Это касается расхламления, это касается осознанного потребления, выбора экологичных продуктов питания, экологичных подходов к меню, к средствам уборки дома, косметики и так далее. Даже ваши домашние животные могут быть более экологичными. Понимаете, да? У нас есть отдельное направление «Экологичная жизнь домашних животных», и мы как раз разбираем, даем советы, в каких мешочках убирать за собаками, чем их кормить, чтобы упаковку потом можно было сдать, переработку, ну и так далее. В общем, много важных вариантов. Это экологичный подход к родительству. И важный момент, вот есть экологисты, люди, которые ведут экологичный образ жизни, всегда держат личную нагрузку на окружающую среду, и все из вас, я уверен, в той или иной степени являются экологистами. Дальше следующая градация – это экоактивист, эковолонтер. Человек, когда уже выходит, поднимает себя с дивана, выходит за пределы квартиры и, например, ставит в подъезде контейнер для сбора доброй крышечки, крышечки доброты, или для батареек. Для физлиц это еще, в общем, можно делать. И едет на посадку деревьев, участвует в уборках мусора, помогает в зоозащитных приютах животных. Ну то есть это позиция, да, экоактивист, эковолонтер, и очень здорово, что это имеет место быть. И далее есть третья позиция – эколог. Именно специалист с научным подходом, работающий в организации, занимающийся решением экологических вопросов, в основном, да, связанных с промышленной экологией или больших экологических проектов. Вот и моя задача, моя миссия, чтобы экологистов, вот эта вот базовая история, да, становилась как можно больше. Итак, как вы думаете, какая самая выгодная эко-привычка? Ну, давайте начнем с денег. Что больше всего экономит денег? Любовь, пожалуйста. Что, какая самая привычка, как мы ее можно назвать? Что больше всего экономит денег? Выключать свет, в целом, энергосбережение. Да, хорошая история. Светодиодные лампы ставить, выключать свет, когда он не нужен, покупать энергоэффективное оборудование класса АА+. Это все, что да. Но что больше всего в энергосбережении экономит денег, электричество? Не выключение света. Больше всего экономит электроэнергии и, соответственно, денег отказ от ненужных электроприборов. Без каких электроприборов вы живете? Без фена можно жить, да. Без электробритвы, да. Многоразовый станок, в общем, решает. Без чего еще? Без микроволновки, например. Да, у нас дома нет микроволновки. У нас дома нет тостера, да. У нас дома есть утюг, но мы им не пользуемся. Миксер у нас есть, блендер, да. Блендер есть. Но опять же история без фонотизма. У нас есть блендер, есть холодильник, есть стиральная машина энергоприятивная, даже есть посудомойка, потому что по разным показателям доказано, что при полной загрузке, при использовании экологичных моющих средств, воды используется меньше. Это, соответственно, сберегает электроэнергию, которая используется на работу одного цикломашинки, чем по сравнению, если мы моем руками. Ну и мы запускаем не каждый день посудомойку. В этом смысле все нормально. Так вот, ну и да, в общем, проведя дома энергоудит, можно снизить электричество до хороших показателей. Мы живем здесь недалеко на Васильском острове. У нас в комнатной квартире 55 квадратов. Мы платим за электричество в среднем 300-400 рублей в месяц. Я знаю людей, которые живут при таких же условиях, втроем платят 1000, 2000, 3000 в квартире. Как они это умудряются? В общем, они не задумаются об энергопотреблении. Хорошо, следующая история. Что еще экономит деньги? Какие экопривычки? Савва, ты как юный экологист все знаешь? Пожалуйста, дай другим людям сказать. Шикарно, да. История с… Ну, расхламление и то, что называется вторая жизнь вещей. Очень выгодно покупать вещи, которые вам подходят. Качественные вещи, ну, этичные вещи, насколько это возможно. И использовать их по максимуму. Если вдруг вы что-то передумали, расхотели, то есть пять способов расхламления. Первый, самый выгодный, продать ненужную вещь. Авито, Юла и прочие другие моменты. Вот у нас юный Савва Романович периодически продает лего и на эти деньги покупает новое. Мы, спасибо санкциям, лего выросло в цену в пять раз. У нас есть теперь аргументация, в общем, снизить. Мы и так-то особо, ну, там, несколько раз в год покупались наборы, но он теперь делает без инструкции шикарные, в общем. И в своем телеграм-канале Савва Сарт в это выкладывает. Все подписывайтесь. Там уже 38 подписчиков. Так, да, продали ненужные вещи. Второй способ отдали на благотворительность. В Петербурге есть магазины «Спасибо благотворительный фонд Лепто». В Москве «Второе дыхание». Ну, в общем, масса всяческих историй. Есть история про обмен ненужными вещами. Кто-нибудь знает, пользовался, есть шикарное сообщество «Алкашмот» в Петербурге? О, есть рука, да. «Алкашмот». Теперь они называются «Сообщество осознанного потребления и снижения нагрузки». Да, это группа ВКонтакте, в которой, по-моему, 30-40 тысяч человек. Там каждый час кто-то говорит, вот у меня есть пара джинс, хочу три ананаса. Ну, и вот такая история. Или вот у меня есть вот это, хочу вот это, предложите, что у вас есть. Мы, например, года 4 назад обменяли велосипед, ну, такой подубитый, уставший, но рабочий на две кастрюли и сковородку. Ну, вот. Это очень забавная история, да. Или там джинсы на пару килограмм фиников, да, вот что-то такое, да, там. Ну, то есть вот нормальная история. Почему «Алкашмот»? Потому что, когда проект запускался, Арина Виненко, по-моему, да, несколько лет назад, это там история была, когда, насколько я знаю, просто группа ребят, молодежи, у них, в общем, было много одежды, а денег на что-то выпить не было. И они, в общем, начали просто свою одежду обменивать. Ну, прикосновляете, да, вы выкладываете джинсы, и вам привозят кинзмараули с доставкой на дом, потому что цена, ну, несопоставима. Опять же, и очень радует, что этот проект достаточно, ну, там, спустя пару лет стал именно шире, то есть там на алкоголь практически ничего не меняется, там люди просто меняются одеждой, одеждой, вещами, ну, то есть такая история обмена. И есть век обмен, вот, собственно, в Питере он работает, насколько вроде работает, в общем, можно обменяться вещами. Следующий способ расслабления сдать на переработку, собственно, те же благотворительные магазины отправляют все на переработку. И если ничего никак с одеждой нельзя сделать, ее уже относим в мусорный контейнер. В этом смысле история, с одной стороны, да, продаем ненужные вещи, с другой стороны, используем секонд-хенды, винтажные магазины, авито, юла и прочее, очень сильно может экономить семейный бюджет. Хорошо. В Валберисе нет старых вещей, сын. На Азоне тоже старых нет. Там только новые, но, в общем, можно выбирать, нужно выбирать максимально качественные. Но, еще раз, и развивая эту тему, самая выгодная экопривычка, это история, когда мы покупаем только то, что нам нужно. Это вот история про то, чтобы, например, как вы ходите в магазин. Есть те, кто старается в магазин не ходить голодным. Кто ходит в магазин сытым? Замечали, да, вот эта история, что нагребешь вообще, потом думаешь, зачем я это взял, сколько денег потратил. Это ходить в магазин за списком. Список продуктов, ходить в магазин с ограниченной суммой денег, либо наличкой, либо с лимитом на карте. Да, 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 да. И, например, если вы закупаете что-то в сети интернет, заказываете, да, тот же Валберис, Озон, Яндекс.Маркет или что, то хорошая история, если вы вечером, допустим, положили в корзину то, что вам приглянулось, не покупать сразу, переспать с этой мыслью и утром на трезвую голову посмотреть, точно ли все нужно. Да, и спросить себя, купи бы ли я вот эту вещь без распродажи, без скидки. Ну, тем более, мы все знаем, что скидки зачастую они от реальной цены, ну, как бы они наигранные, эти скидки, но и убираем ненужное. Таким образом, экономим деньги, покупаем то, что только нам нужно. И в магазине, в супермаркете, перед кассой, когда вы тележку подвезли, особенно если вы с детьми, проверяете, что у вас там лежит. Потому что вы, возможно, говорили с кем-то по телефону и автоматически что-то сгрузили, возможно, дети вам что-то подпихнули. Но лучше это делать, опять же, в следующий момент глубина еще этичной появляется, потому что людям потом, сотрудникам, это раскладывать по полкам. Поэтому лучше это делать в ходе движения по магазину и возвращать на полке то, что вам не нужно. Так, что еще? Что еще по осознанному потреблению? Это история про… Ну, да, по большому счету, когда мы покупаем только что нам нужно, отказываемся от распродаж. Скоро будет… Кто знает, когда будет Черная пятница? 11.11. Да, да, да. Друзья, нам ждет испытание. Держитесь, крепитесь, пожалуйста. Берегите ваши карты и кошельки. Но, опять же, с другой стороны, Черная пятница – это хорошая возможность купить именно то, что вы давно хотели, точно вам надо, можно найти со скидкой. Это как бы в этом, ну, вопросов нет. А грустная пятница? Черная. Черная, да. К сожалению, вот Икея ушла. Я не знаю, Мега в целом продолжили стратегию устойчивого развития. Они проводили зеленую-черную пятницу. Да, со скидкой на экологичные товары в рамках Мег. Вот, ну, то есть по всей стране, во всех Мегах, Икеях это было. Хорошо. И, опять же, поговорим еще про Zero Waste и раздельный сбор. Это тоже может экономить деньги. История Zero Waste, философия Zero Waste, ноль отходов. Спасибо Беа Джонсон, которая, и другим коллегам, которые вдохновили. Это история, когда вы снижаете свой мусорный след, и ваш мусорный пакет становится все меньше. Мы, например, вот мы живем втроем, да, мы пакет с мусором выносим, такой, ну, большой пакет, набирается, если набирается, то в среднем раз в неделю, раз в шесть дней. Да. И как это происходит, потому что мы сортируем 30 видов отходов, отправляем их в переработку, и мы дома перерабатываем пищевые отходы. Есть, я говорил про шесть способов обращения с пищевыми отходами. Мы используем не самый бюджетный, мне, как экоблогер, подарили четыре года назад смарт-кару. Это такой гаджет, похожий на микроволновку, куда вы загружаете очистки растительные, в общем, не мясо, да, в общем, все растительное, и это за три часа два килограмма высушивается и измельчается до 100 грамм такого сублимата, который мы отправляем друзьям на дачу, закапывается в грядки, ну, то есть, это полуфабрикат такой, да, его можно либо в землю, либо в компостер. И в этом смысле, пищевые отходы у нас тоже практически все перерабатываются, и что еще, что еще? Ну, да, и мы используем многоразовые альтернативы. Значит, что по ним? Есть ли у кого-нибудь сейчас с собой что-то вот похожее вот на это? Отлично, да, я вижу руки. Что это такое? Это многоразовый стаканчик, который превращается, да, в общем, мы его вот так вот ну, да, 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 это один из вариантов, его удобно носить, да, он в любую женскую сумочку поместится, девушки, отмазки, все, больше отмазок нет, заводим складные многоразовые стаканчики, тем более, что многие кафе-рестораны по-прежнему дают скидку, если вы приходите со своим, там, 10-20 рублей, ну, да, да, термос, многоразовая история, да, доставайте, я думаю, что здесь все проекты, которые что-то наливают, как осознанные, тоже дают, дают скидку на свою тару, в общем, мы вот, сейчас я после выступления пойдем проверять, там вот горят шикарные соки, и, ну, то есть, вот эта кружка, да, опять же, купленная там за 500, за 1000 рублей, окупится через несколько месяцев, да, спасибо, сын, что-то все, у меня посыпалось, отдай, отдай, да, это первая история, дальше, все, выходные, надо заканчивать, значит, что у нас еще есть, эко-сумка с эко-сумками, да, у нас дома многоразовая сумка с многоразовыми эко-сумками, это вот мой, ну, набор, который всегда тоже со мной, из чего это сшито? это зонтики, это такой проект апсайклинг, да, вот тоже креативный, потому что эту ткань, ну, практически с ней ничего невозможно сделать, многоразовые сумки, да, ну, в общем, такие, экономят несколько сотен, несколько тысяч рублей в течение года, когда вы не покупаете пакеты, вот эта сумка со мной уже много-много лет, да, она непромокаемая, комфортная, но, да, да, тканевая, в общем, у нас дома сумка с сумками, мы периодически раздаем, но, наверное, бывала частая ситуация, вы приходите на кассу, и вам начинают навязывать бесплатный пакет, возьмите же бесплатно, вы говорите, нет, нам не надо, но, когда вы достаете вот это, все вопросы снимаются, да, для арбузов, для крупных каких-то покупок, и все кассиры начинают улыбаться, да, говорят, о, авоська, нас, в общем, в округе все уже знают, и не нужно их убеждать, что я там за экологию, что пакет не нужен, они уже все видят, все видят, все знают, и более того, вот эта авоська со мной 13 лет, я ее купил в Москве на каком-то там, втором месяце моего экологизма, и ее шили незрячие люди, это проект «Авоська дарит надежду», у них в Москве на Большой Дмитровке есть авосичная, такой магазинчик, где ты заходишь, и все вокруг в авоськах, там, 28 видов авосьек, увешанных, да, разные цены от 200 до 1000, я видел, где-то, по-моему, на Валберсе авоськи со стразами за 5000 рублей, вот такой лухарь авоськи, ну, это, вы понимаете, что уже излишество, безумие, но в целом хороший такой инструмент для снижения нагрузки на окружающую среду. Еще одна история, особенно перед фестивалями, или какими-то моментами, это многоразовые ланчбоксы. У меня есть вот такой надбор, это мне подаварили в Ханты-Мансийске, рекоператор, в общем, тут раздвигающиеся крышки и внутри пластиковая билка-ложка, многоразовая, которая потом моется, и таким образом мы избегаем от использования ненужных столовых приборов, пластиковых. Так, а сколько у меня осталось времени? У меня осталось 5 минут. Поэтому, да, можно еще пару часов, да? Я могу. Да, я могу. Так, давайте сейчас тогда поотвечаю на ваши вопросы, любые вопросы по экопривычкам, по экологии, экоповестке. Итак, резюмирую. Быть экологистом не просто выгодно в деньгах, но это еще то, на что мы можем повлиять. Быть экологистом это хороший способ бороться с повышением, вернее, стрессоустойчивости, потому что это то, на что мы можем повлиять. Это то, что мы можем снизить свой личный мусорный след, снизить энергопотребление, водопотребление, тратить меньше денег, участвовать в экопроектах, заниматься созидательной деятельностью и если хватает силы и энергии, соответственно, уже развивать свои эко-стартапы, открывать свои мусороперерабатывающие предприятия, идти в Госдуму и лоббировать запрет пластиковых пакетов либо их ограничения, как сделали многие страны. Ну, то есть по нарастающей. Поэтому самый главный вопрос, который нужно себе постоянно задавать, это не кто виноват, а что делать. И даже, что я могу сделать здесь и сейчас, и это не перекладывание ответственности. Понимаю, что бизнес должен делать и государство должно делать, и мы, как общественность, должны влиять, запрашивать и запускать процессы, в общем, обратной связи, насколько это возможно. Но слова Махатма Ганди, я думаю, вдохновляют многих, и это его история про стань теми изменениями, которые хочешь видеть в мире, это реально работает. Я 13 лет это наблюдаю в своей жизни, в жизни огромного количества людей в разных городах России, где я бывал, в Казахстане, и в этом смысле, ну, делай, что можешь, и что будь, что будет, это хороший способ, в общем, не впадать в стресс, жить эту жизнь, насколько ее возможно, и делать мир лучше. Вопросы? Еще хочу, чтобы вы заметили, что у папы тут на футболке, ой, на кофте написано «Го», и тут вот эта вот штука, эго и эко. Спасибо, Сава. Сава, да, как юный будущий художник и начинающий эко-тренер, у нас уже было три выступления с темой «Мама, папа, я экологичная семья». Вот сейчас еще будет несколько. Есть время на вопросы? Нет, уже все, да? Короткий вопрос. Шприцы и в целом это большая боль с медицинскими отходами, блистеры начали уже принимать, но шприцы и медицинские отходы, насколько я знаю, что в Петербурге есть кладбище домашних животных и их сжигают. Ну, то есть их переработки механической нет, да, это только сжигание, тем более по всем законам. Пока, в общем, такая история. С вами был Роман Саблин, проект «Зеленый драйвер». Подписывайтесь, задавайте вопросы и счастья всем! Редактор субтитров А.Семкин